Приветствую вас. Вы знаете, для начала хочется сказать, что ваш вопрос, он, ну, больше не про психологов, да, не про психологическую какую-то ситуацию, проблему, может быть, да, а ваш вопрос, он больше про некий, знаете, некий, может быть, совет какой-то, некое, может быть, некое мнение, которое вы хотели бы, чтобы мы вам дали. Только вот вся тонкость заключается в том, что это может сделать абсолютно любой человек. То есть абсолютно каждый может дать вам ту обратную связь, или можно сказать, такую обратную связь, какую вы хотите получить в данном случае от нас. Поэтому вопрос о том, что мы думаем, мне кажется, здесь понимать было бы неуместно. Что на самом деле, опять же, на мой взгляд, является ключевым, так это определенная проблематика, или определенная часть ситуации, которая, с моей точки зрения, вызывает наибольшие вопросы, и, с моей точки зрения, требует дополнительного разбора. Вы пишете, что вам нужен совет. Психологи не советуют. Психологи разбираются с проблемами и противоречиями человека, и помогают клиенту выработать свое собственное решение по данной ситуации. Итак, вы пишете, мне 30 лет, а я хочу вернуть мужчину, встречались мы недолго, полгода. Отношения были очень хорошие, теплые, искренние, но разошлись. Так, ну, тут длинные вам достаточно предложения. Она говорит, хочу вернуть мужчину, пишете вы. Для чего? То есть, мужчина это, ну, объективно, да, мужчина это, не какая-то вещь, да, мужчина это, не то, что вы можете потерять, обрести эту собственность. Если человек ушел, если у вас с человеком не сложились, на это были причины. Если сейчас вы человека хотите вернуть, у этого тоже есть определенные причины. И было бы очень здорово, если бы эти самые причины, вы бы постарались бы для себя определить. То есть, то есть, то, что вы пишите дальше, что он, вы его выделяете, что он для вас, ну, вот, исключительный человек. Вот. Очень похоже на идеализацию. Понимаете? Я не хочу сказать вам, что вы обязательно его идеализируете. Я не хочу сказать, что вы именно, вот, прямо, ну, прямо на 100% его идеализируете, но, на мой взгляд, некая доля идеализации все же присутствует. Если это действительно так, то желательно именно от нее, от идеализации постараться отойти. И уже без идеализации смотреть на человека. То есть, без идеализации стараться его воспринять. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, то, что желательно бы вам, значит, проработать. Далее, значит, разошлись. Он очень гордый, не принимал моих друзей-мужчин. Уже после расставания я поняла, что была неправая и перестала дружить с мужчинами. А что плохого, собственно, в друзьях-мужчинах? И по какой причине вы считаете, что тот факт, что он не принимал ваших друзей-мужчин, вот именно тот факт, что он не принимал ваших друзей-мужчин, является вашей ответственностью? То есть, почему вы считаете, что это ваша ответственность, а не его? То есть, друзья-мужчины, это вполне нормально дружить с мужчинами. Если он не принимал в другие друзей-мужчин, значит, он не выносил конкуренты. Значит, он не уверен в себе. Понимаете? И тут, как бы, есть вот тонкость, есть тонкость именно относительно того, как бы, чья ответственность здесь, ну, на самом деле, имеет место быть. Понимаете? Потому что это он их не принимал. Это они вызывали у него дискомфорт. А то, что вы из-за этого отказались от дружбы, это очень напоминает жертву. То есть, получается, что эти друзья-мужчины никогда друзьями не были. Далее. К семье был не готов. Тут тоже признаю, что не стоило давить на него. Но времени просто немного, отношения были настолько короче, что я очень хотел развития. Опять же, вы хотели развития, чтобы что? Понимаете? То есть, как бы, ранее, если вы спешите, да, если вы торопились, если вы, вот, пишите, что хотели развития, то я уверен, что у этого аспекта тоже есть свои причины. Не могли вы почему-то наслаждаться просто моментом. Не могли вы почему-то получать удовольствие от того, что было у вас. Не могли. И дело не в том, что это плохо. Дело не в том, что это хорошо. Дело в том, что это так. И поскольку это, по итогу, привело к негативным для вас последствиям, то желательно выяснить это. Ведь совершенно очевидно, что хотели вы чего-то, хотели вы чего-то для себя, а не для человека. То есть, вы хотели, вот, собственно, как так сказать, вы хотели развития. Вы хотели развития именно потому, что вам это было нужно. Но для чего вам это было нужно? Вы, судя по всему, не очень, ну, не очень понимаете. Вот. Вы в этом не очень отдаёте себе отчёт. Понимаете? Вот. И с этим тоже желательно разобраться. То есть, какие желания стоят за, значит, за тем, что вы хотели развития отношений. Дальше. Разошлись, пишите вы. Я встретил другого. Так, ну, знаете, здесь, опять же, момент какой? То, что вы разошлись, пишите. Это понятно, что вы разошлись. Но вы пишите так, ведь вы пишите о том, точнее, что не устраивает мужчину. Что не устраивало мужчину в отношении к слабе? В принципе, в принципе, что не устраивало мужчину в слабе, понятно, что его не устраивало. Не совсем понятно, что не устраивало вас, ведь вы разошлись. И вы не написали о том, что, значит, что расставание произошло по его инициативе. Вы пишите, что расставание произошло как бы обоюдно. Как бы обоюдно. Вот хотелось бы этот момент так же немножечко, чтобы вы раскрыли. Дальше. Я встретил другого. Вы пишите, что встретили другого мужчину. То есть, по сути, нашли замену. Да, хотели выбить, я так понимаю, клин клином. Ну, я так вот, я так думаю, что хотели выбить клин клином, получается. Ну, то, что у вас не получилось, это уже немножко другой вопрос, но мы хотели выбить клин клином. Давайте здесь тоже подумаем, что вас объединяло, значит, со вторым мужчиной. Вот. Что вы хотели со вторым мужчиной для себя. Вот. Как вы относились ко второму мужчине. Вот. Вы говорите, что вы, ну, что вы просто хотели забыть первого. И поэтому, как бы, ну, с ним, значит, встречались. Вот. Но все же было бы здорово, если бы более подробно вы бы этот момент описали, потому что это очень важная история тоже. Дальше. Так. Через время первый мой мужчина попытался меня вернуть. То есть, тоже, да, сперва он бросил, потом пытается вернуть. То есть, ну, такая вот нечеткая цель. Я был обиден за то, что так просто отказался от меня. Новый роман меня не увлекал. Мне просто хотелось поскорее забыть свою любовь. То есть, вы обижаетесь на мужчину за то, что он так просто от вас отказался. Почему вы решили, что ему было просто от вас отказаться, это, мне кажется, вопрос, на который тоже, значит, предстоит найти ответ. То есть, это вопрос, который ждет своего ответа. Ибо ситуация-то такова, что ему было нелегко отказаться, раз человек решил таки по итогу вас вернуть. Вот. Вот. То есть, это тоже важный момент. Вы взяли и решили, как бы с легкой руки, да, вот, вы решили, что ему было легко. Вот. Далее вы пишите про свои обиды, которые также желательно бы поисследовать. То есть, поисследовать, почему вас так задело, например, что человек легко, по вашему мнению, от вас отказался. То есть, вы бы восприняли это в том числе и на свой счет. То есть, желательно, чтобы вы ответили на вопрос себе, как так вышло, что для вас это стало очень болезненно, к примеру, да. И опять же, речь идет о том, чтобы рассмотреть это, разобрать без оценки. Я не говорю, что этого, например, не должно быть. Если ваша обида имеет место, то она естественна для вас. Но очень желательно эти все аспекты рассмотреть. Потому что в противном случае может возникнуть такая ситуация, что то, что привело вас, вот то, что привело вас, а... А... Или лучше, так сказать, не привело, а то, что ввело вас в это состояние, в состояние обиды, вот. Может сыграть с вами злую шутку, а еще и даже если вы вернете своего мужчину, то ситуация повторится. Вот. Понимаете? То есть, тут вот такой момент. Дальше. Новый мужчина, новый роман меня не увлекал, я просто хотел поскорее забыть свою любовь, да. То есть, тут вы человека, ну, второго мужчину использовали полчаса. Прошло полтора года, пишите вы, я все время вспоминаю его и понимаю, что исключительный человек для меня, никто рядом не станет. Вот здесь как раз возникает то, что я называю идеализацией. Потому что исключительность человека, исключительность человека здесь выступает на передний план. Кроме того, вы пишете о том, что вы его постоянно вспоминаете, а у этих воспоминаний есть пусковой механизм. То есть, что-то вас на эти воспоминания наводит. Дальше, значит, выделяю его среди остальных мужчин, то есть, сравниваете. А если вы сравниваете, значит, речь идет о ваших потребностях, которые вы связываете с мужчиной. Вот. Это тоже очень важно понять, что вы хотите. То есть, что вам нужно. Вот. Как можно сравнивать мужчин? Вы говорите, что рядом никто не станет. Они, конечно, не станут, потому что все мужчины разные. И, как бы, ну, встать никто не способен, это нормально. Но вы, как будто, вот еще раз повторю, да, во всех мужчинах ищите, ищите именно, как бы, ну, именно своего. Понимаете? Именно своего. Именно своего. Вот то, что вам давал он, первый, да говорит о том, что вы не можете людей воспринимать непосредственно, ну, мужчин, по крайней мере, не можете воспринимать непосредственно. А воспринимать их через призму своих, допустим, ну, призму своих желаний. Вот. Вот. Вот это такой вот момент, и мне кажется, что его, этот момент, ну, необходимо также исследовать. Дальше идем. Дальше. Так. Что я сама должна решить свою судьбу и попробовать вернуть его? Ну, здесь хочется просто отметить, что ваша судьба никак не связана с возвращением его, да, то есть ваша судьба это и ваша судьба, а возврат его не возврат, это уже его дело и его выбор. Выбор. Вот. Но не понимаю, как сделать это максимально осторожно. Ведь у нас нет никаких пересечений в жизни, только чат, ватсап. Ну, вы можете, к примеру, начать с ним делиться тем, что вам важно. Вот. Мы можете говорить о том, что ему интересно, то есть здесь никаких особых откровений в плане рекомендаций нет. Что это написать, что именно? Ну, мы психологи, да, мы не можем помочь вам выстроить отношения с человеком, то есть мы не знаем этого человека и мы совершенно точно не можем вам сказать, что необходимо ему писать. Потому что, ну, просто потому что, да, потому что, ах, потому что, сколько будет психологов, столько и мне не будет. Ну, вот. Поэтому здесь, пожалуйста, относитесь к этому, ну, вот, с пониманием, да. Потому что, что именно написать, знаете только вы, потому что вы в курсе, что это за человек. Вы полгода, если полгода с ним общались. Вот. Если у вас нет пересечений в жизни, это, конечно, негативный аспект. Вот. И это вполне возможно сводит ваше отношение, ваше, ну, ваше взаимодействие друг с другом исключительно к, может быть, гендерному взаимодействию. Вот. Ну, именно, именно в силу того, что вы не можете видеть друг друга как людей. То есть он видит вас, женщину, вы видите, вы видите в нем мужчину. Вот. И, и, собственно, все. И, собственно, все. То есть, как бы, а кроме этого, да, кроме этого, собственно, больше, больше ничего нет, кроме этого. Вот. И, если это так, если это так, если это действительно так, ну, мы здесь имеем, в общем-то, мы здесь имеем, в общем-то, достаточно серьезную проблему объединения, скажем так, отношений. Вот. Мы имеем здесь проблему объединения отношений, и поскольку обращаетесь к нам вы, то можно помочь вам ваши отношения сделать более гармоничными, чтобы в них присутствовало, ну, все. Чтобы в них не было только гендерной составляющей, да? Ну, вот. Примерно так. Дальше идем. Следующее. Так. Посоветуйте, типа, так, я совсем ничего не знаю, его жизнь допускает, что у него может быть даже девочка-семья. Что думаете? Ну, вот, в принципе, вот, дальше разошлись по моей инициативе. Пишите вы в дополнении своем. А, смотрите, ну, как бы, все равно, несмотря на то, что вы пишите, что разошлись вы по вашей инициативе, все равно, не совсем понятно, что вас не устраивало. То есть, что не устраивало его, это понятно. А что не устраивало вас, нет, что не устраивало вас, непонятно. Поэтому, ну, тут вот, не совсем, не совсем ясно. Вот, например, если вы, допустим, перестали, например, гнаться за, допустим, семьей, да? То есть, ну, не хотите, не хотите вы, к примеру, больше создавать семью. Или если вы, или если вы больше отношения с мужчинами дружескими не ведете. То есть, вы это у себя забрали. А что вы себе даете? Сколько вы себя забрали, это хорошо? А даете себе что? То есть, как бы это, это вот, ну, такой момент, такой момент. Примерно. И на него вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что, если вы этого не сделаете, то есть, если вы не обратите внимание на то, вот, что вы у себя забрали и что вы это восполнили, то проблемы могут быть снова. и если человек уйдет теперь, ну, еще раз, то это будет у тебя на всегда, возможно. Вот. Здесь, конечно, присутствует тема того, что вы недолго в отношениях находились, да? То есть, что всего лишь полгода. Вот. Присутствует эта тема, конечно. То есть, может быть, была просто влюбленность, а потом начались какие-то проблемы. Вот. Но я не буду ее запрагивать здесь, потому что не считаю возможным говорить об этом. Именно вот в контексте данного текста. в целом так. В целом так. В целом так. То есть, идеально, идеально, если бы вы поиследовали бы свои чувства, свои эмоции, свои желания, идеально было бы, если бы на основе анализа ну, на основе вот этого анализа, вы выбрали бы на себя линию поведения такую, которая устроила бы только вас. Шанна. Шанна. Самостоятельно выбрала линию поведения. Вот. То есть, это вот такая вот на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация ваша успешно разрешится. удачи! 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 Удачи!